Всем привет! 30 января, пивная пятиминутка и Илья. Ну что же, можно поздравить друг друга, чудо произошло. Нас теперь 500 человек на канале. Наша комьюнити теперь составляет полтысячи. Такая вот небольшая дата. Мы ее отметим фестивальным пивом. Почему бы и нет? Шнайдер и Вайс ТАП-4. Так, сразу скажу, что... Ну, картинка изменилась. Вот старенький, зелененький, такой красивый. Вот новенький. Сразу скажу, что у меня на канале повторов пива не бывает. Поэтому оно здесь. Это вот я пил в прошлом году. В феврале прошлого года. Слушайте, и сейчас почти февраль. Так, Пу-пу-пу, Валера, ты мне понадобишься. Открываю. В общем, я посмотрел. Пробочка тоже красивая. Заранее посмотрел. Да, у них отличается ТТХ фестивальбер. Кстати, заметили, да, 150-летие. Вот они такую бумажку прихерачили. Можно встретить у них на пивасах. В общем-то, да. Сначала я его взял. Взял его по скидке. Обрадовался. Потом вспомнил, что... Вроде ТАП-4 я пил. Конечно же, загуглил в своем канале. Поиск вел. Да, я его пил. Думаю, ну все, объебался. Нет, пришел в подвал, думаю. Давайте-ка проверять. Давайте-ка проверять. И что? Ну вот, этикетка выцвела здесь. Но на оригинальной я вижу, что было 6,2% алкоголя. А тут у нас 6. Вот. Ну, по составу мы уже ничего тут не прочитаем. Плотности, наверное, тоже не увидим. Но здесь можем это дело повторить. Пиво светлое, нефильтрованное, неосветленное, не пастеризованное. Шнайдер Лайз Фестивал. Лайз Бир ТАП-4. Бутылочка 0,5 нам пишет. Состав вода питьевая. Пшеничный солод. Ячменный солод. Пшеница у них больше засыпи, чем ячменя. Хмель дрожи. Экстрактивность 13,8. При 6. Ё-моё. Как мало при шестерочке-то. Ну, значит, оно будет не совсем... Точнее, вообще не сладким. Что еще интересно? Какое-то ОКО у них тут все. ЭКО-ОКО. Натурленд. АУСБУЕР. Ну, все. И такая... А, танцуют они. Я думаю, что она там спиной стоит. Мужичок с дамой пританцовывают. Какой-то интересный кадриль. Слушайте, нет. Все равно, наверное, можно разглядеть. Плотность. Нет, нельзя. А, может, лупа поможет. Все, пацаны, где смотреть. Нет, вот состав вижу. Сусла. 13 тоже с чем-то. Ну, чуть меньше. Больше. Чуть больше должно быть. Потому что здесь было 6,2 в предыдущем. Короче, чую парюсь. Можно же вообще посмотреть на канале. Я же записываю все... ТТХ-шечки, все параметры. Можно просто глянуть, сколько было, сколько стало, и все. Карбонизация даже есть активненькая. Ну, бокал Ясин Хер у меня не предназначен для Вайсов. Но, я думаю, хрен бы с ним. Раз уж... А что, мне нету бокала Шнайдер Вайса, что ли? Да ладно. Какого только нету Шнайдер Вайса, до сих пор нету бокала. Ну, ладно. Ну, что, пахнет пшеничкой, дрожжами. Причем, такими мощными. Знаете, все равно они отличаются, вот эти дрожжи, от наших, вообще колоссально. По аромату. А, ну это пшеничная дрожжи. Это пшеница. Да, зацепит тут много. Давайте пробовать. За 500 подписчиков, господа. Ой, мягко как заходит. Смотрите, оно какое немутное вообще. Точнее, оно мутное, но оно не белое, да, такое, как пшенички. Странно очень. Блин, надо было все-таки описание переписать. Потому что там что-то с ним, какая-то фишка в нем есть. Очень мягко. Пшенички вообще, ну так, по минималке чувствуются. Да, это из-за мягкости. Есть такая кислинка проходящая. Блин, это классно. Алкоголь абсолютно не чувствуется. Да, вот. Блин, я вот сейчас только промелькнул мысль. Представляете, 6% алкоголя. И на фестивале такое бахать. Ну, в принципе, на Октоберфест такое и подается, да, там. Насколько я знаю. Ну, так это можно судить по этим бутылочкам, которые мы распивали. Там к шестерке, да, все идет. 5,8, что-то такое. 6 даже, по-моему, у Пауланера. Ну, ладно, не суть. Или наоборот у этого. Ух, броя. То есть, вот. И я представляю. Там берут вот эту литрача вот этого. И давай херачить. Это 6% пиво, которое вообще заходит как обычное, нормальное. Ну, учитывая, что там, конечно, лагерки, да, там не вайцыны. Вот вайцын, вот как раз его ты многое не выпьешь. Он же тяжелый. Но вот для меня, как вайцын, пшеничное пиво, оно тяжело. Он прямо таким грузом. Я еще в начале канала говорил, что не очень люблю пшеничку, потому что вот она прямо таким грузом в животе встает. Его много не выпить. Но это вообще, это вот лайтовая прямо. Это, короче, получается... Ну, не будем считать, что это Эль, а там все-таки, да, лагера. Это получается пшеничная версия октября феста. Вот что. Того же Марцена. Заходит вообще легко. И пшеничка вот нету вот нажористости. Она прямо такая лайтовая, хорошая. Вот такая пшеничка мне нравится. Грубо говоря, в которой поменьше пшенички, блин. Это, конечно, тупо, но, блин. Не люблю я, когда вот этот груз, вот эта гиря прямо в животе ложится. Давно я, конечно, такой пшенички не пил. Но ничего. Сейчас у нас немецкая неделя. У меня сейчас шнайдер-вайсы пойдут. Потом майзлайсы. И все, на этом неделе и закончится. Как бы. Прикольно. Вот. Больше ничего попробовать не успею. Кроме, кроме, кроме. Ну вот, я имею в виду, вот эти две поварни только успею попробовать. Кроме, конечно же, у нас идет что? Смешанная немецкая неделя. Будем еще догоняться масс-маркетом, который я до сих пор по объективным причинам не попробовал. Обязательно. То есть, я сейчас вот закупил, сейчас стоит в холодильнике, нужной температуры набирается. И вы увидите, что я уже, в принципе, ссокоанонсировал, что я буду на этой неделе пробовать из масс-маркета. Так что, берем настоящие немецкие пшенички и наслаждаемся. А не пьем эту санину за 50 рублей. Иногда себе можно позволить. Ну что ж, вы себе любимому-то не можете выделить, что ли, 250 рублей, да что смеяться? А если по скидке, то вообще и 163, 165. Ну это вообще, это такое, ууу, хорошечно. Все, не буду больше затягивать. Давайте не прощаться. Давайте пока... Короче, период. А как сказать, не прощаться, а... Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это вайцены, да? Немецкие пшенички. Открывайте для себя. Ну это все там. Вайцен, хэфэ вайцен, кристалл вайцен. Что еще там? Хоп вайцен. Вот, опять хочу попробовать. Я видел в одной ленте. Она обязательно должна быть на этой неделе. Вы меня проклинайте, если ее не будет на этой неделе. Да я сам себя прокляну, я умею. Вот, открывайте для себя новые пивоварни. Это же Шнайдер Вайц. В России уже, наверное, легендарный. Кто его только не знает. Любители пшеничек, да точно каждый знает. Шнайдер Вайц или хотя бы о нем слышал. Не пробовал, но слышал обязательно хоть раз. Про эту пивоварню. Ну и все, не прощаемся. Дальше будет масс-маркет. Ой, какая шатрышка всегда. Пшеничек. Ждем-с, ждем-с масс-маркет.